Мы вроде готовы. Давайте начинать, если не возражаете. Добро пожаловать на стрелку. Я первый раз на стрелке. Меня зовут Томас Лизер. Вы знаете, я обычно не рассказываю себе, не представляю себя. Ситуация достаточно забавная для меня. Я здесь в силу следующих причин. Мой офис находится в Нью-Йорке. Ну и я в какой-то момент расскажу вам, почему я сюда приехал. Я расскажу вам о некоторых наших проектах, которыми занимается мой офис в последние несколько лет. И упор будет сделан на проекты, связанные с экстремальным климатом. Да, мы даже в России несколько проектов осуществили. Один был в Сибири, а другой проект, над ним мы сейчас работаем. Тоже экстремальный климат — это тропики, но это не Россия. Я расскажу вам о промежуточных проектах, так называемых. Я очень люблю новые технологии, и я считаю, что новые технологии дают новые возможности архитектуре. Было плохо слышно, мы просили его поближе держать микрофон на карту. Мне кажется, что архитектура связана с цифровым пространством. И здесь я считаю, что открывается перед архитектурой огромный набор возможностей цифровой технологии, дают эти возможности архитектуре. Но начну вот с какого проекта. Возможно, многие из вас или кто-то из вас читал об этом проекте или был на Биеннале. Так, проект был представлен в 2008 году. Это был конкурс, который мы выиграли. Это был международный конкурс. Проект состоялся в Якутске. И если я правильно понимаю, что Якутск настолько же далеко находится от Москвы, насколько далеко от Москвы находится и Нью-Йорк. Я, знаете, когда обращаюсь к мскричам по поводу Якутска, спрашиваю у них про Якутск, они говорят, что это как будто иностранный город. Но так или иначе, мои дети жутко хотели бы посетить Якутск. В принципе, в какой-то момент все мы поняли, что речь пойдет о проекте, связанном с изменением климата. И я люблю эту тему. Я говорю о климате в целом, и в частности о вечной мерзлоте. Что же касается ландшафта, то это ландшафт удивительный, тот ландшафт, который мы можем увидеть в и вокруг Якутска. Представьте, поверхность замерзает. Да, есть, конечно же, оттепели, и они создают удивительный декор, удивительный ландшафт. Реки, например, реками нельзя управлять, никакому смыть этого слова. Сам же город, Якутск, это городок, собственно говоря, он практически весь покрыт снегом, более или менее. И представьте, построить город в такой среде, это же колоссальный вызов для архитекторов и для архитектуры. В целом, так или иначе, мы думали, какой дизайн можно предложить для такого города. Вы, возможно, знаете, что температуры доходят до минус 50 в самые холодные времена зимой, а летом температуры поднимаются до плюс 40 градусов Цельсия. Представьте себе такое. Вы знаете, я, надо сказать, так и не доехал до Якутска, но мне рассказывали, что если подбросить воду, в воздух, тогда на землю упадет лед. Некоторые здания выглядят таким образом. Если вы не подогреваете такие здания или не устанавливаете теплоизоляцию в таких зданиях, транспорт и трафик осуществляется прямо по реке, вот что получается у вас, если разваливается ваш автомобиль, летом дороги выглядят таким образом, так что переезд из точки А в точку Б, штука сложная. Вот ребята застряли. Непонятно, какая машина пытается помочь какой, русской, иностранной или иностранная, русская. Вот такая среда. Я внимательно изучал все эти фотографии и думал, что же делать. Конечно же, первая мысль была о том, что очень сложно будет что-либо построить. В таких условиях, очень непростых условиях, представьте, если вы застряли, что будет дальше? Я не знаю, наверное, вы замерзнете, вас можно будет выпилить в качестве ледяного куба через 50 тысяч лет. Это, между прочим, мамонт, которого нашли в этом регионе Сибири. Этот мамонт замерз, если я правильно понимаю, в пещере, и потом его во льду выпилили оттуда. И надо сказать, что замерзание, отепель, замерзание, отепель, замерзание, отепель, создают очень интересную геометрию пространства. Смотрите, какие узоры получаются на поверхности. И в конечном итоге очень прекрасная стратегия для разработки дизайна здания. Мы оптимизируем, мы архитекторы оптимизируем связи между различными температурными зонами внутри материала, и мы генерируем идеи, связанные с поверхностями. Мы об этом расскажем чуть позже. Вот, собственно говоря, та самая площадка за фотографом очень резкий уклон. И вот какой дизайн у нас первоначально получился. Две части, двух частей состоит это здание, это музей и лаборатория. Что касается лаборатории, то... то, то, то... Ну, это то, что запрятано внутри, так сказать. Лаборатория должна была развиваться согласно первоначальному планам. Наша задача была, высшая задача была оживить этого самого мамонта. Посмотреть, получится это или не получится. Ну, конечно же, было интересно посмотреть, сумеем ли мы организовать российские паркюрского периода или не сумеем. Площадь здания больше пяти тысяч квадратных метров. Представьте, пещера должна была стать частью музейной экспозиции. Геометрия этого проекта деформируется. Согласно ландшафту мы поверхность согнули для того, чтобы стекали у нас и вода, и лед по одной стороне. Прямо было обозначить точку входа в здание. вот еще один дизайн, он основывается на паттерне вечной мерзлоты. Мы с научной точки зрения изучали вечную мерзлоту. Вот что мы обнаружили. Это аморфная углеродная структура. Аэрогель, вот как называется такой материал. и мы подумали в какой-то момент, что именно в таком плане стоит покрывать здание. какая структура у нас получается. Трехмерный паттерн. Вот как поверхность, а это уже конфигурация самого музея. специально не заложили в проект большое количество окон, чтобы через окна здание не теряло тепла. Мы подумали, что с помощью такого материала можно сделать все это здание, большую часть этого. Так аэрогель называется этот материал, и теплоизоляция это, наверное, самый-самый лучший подход. Хорошо, но как же строить здание в условиях вечной мерзлоты? Очевидно, здание должно быть приподнято над поверхностью земли, соединено с землей ножками, опорами. Вот что мы задумали. Давайте посмотрим на экран. оптимизированная геометрия скина. Ну и требовались, конечно же, колодцы для проникновения солнечных лучей. Хотя солнца зимой не так же много в этом регионе. То есть здание как бы подсвечивает само себя. аэрогель и солнечные крыши, солнечные люки. Так вот фундамент, вот промежуточный уровень и вершина. А это уже то, что внутри структуры интерьера. Опять мы берем за основу углерод, его структуру. Такие опоры у нас получились. Эти опоры поддерживают прозрачный скин. Такое трехмерное пространство у нас образуется и не будем забывать что мы посвящен нашему мамонту плаза на входе. Как бы все должно быть в воздухе и витать в облаках что ли. И представьте металлический фундамент. Точнее фундамент всегда температура его поддерживается на прилипном уровне, чтобы под зданием почва не оттаивала. Такие опоры. Вот следующая поверхность. Первый уровень это механическое пространство. Далее можно выйти на уровень лаборатории, тоже сам музей и административное пространство, ну и поверхность здания. Разрез. Давайте посмотрим. Эскалатор пронизывает все это механическое пространство и доходит до лаборатории. лаборатория это основной компонент этого здания, это все к непростому день, но и лаборатория научно-исследовательская. Мы же говорим об экспериментах в теле Франкенштейна, об оживлении мамонта. Вы проезжаете мимо лаборатории по эскалатору, не можете выйти на уровень лаборатории, проезжаете сразу на уровень музея. Ученые выглядят как святые, не знаю, как их в лучах характеризовать. Итак, есть доступ в сад, и сада можно, то есть тоже низкоуровневый сад, можно смотреть вниз, можно смотреть в сторону. Вот такая структура у нас получается. Вот летом здание выглядит таким образом. Внутренний сад элементов очень важный. Что касается Якутска, там лет очень коротко. Якутск испытывает колоссальные колебальные температуры от минус 30 до плюс 40. Представьте такую амплитуду. Мало кто в других городах может ощутить разницу, так сказать. как здание выглядит в ночи. Вот макет, который мы представили на биеннале. но теперь хочу показать вам еще один проект, который мы делали здесь в Москве несколько лет назад. Но, к сожалению, из-за кризиса нам пришлось остановить этот проект. Школа, незнание школы. Это ясли, начальная школа, средние классы, старшие классы, рекреационные помещения. Наш клиент. Знаете, забавная ситуация, то школу мы должны были строить поэтапно. То есть, представьте, вы сначала ходите в ясли, и вы пока что ходите в ясли, а мы строим для вас начальную школу, потом вы заканчиваете начальную школу, а мы к этому моменту достраиваем для вас примечение средних классов, ну и так далее. То есть, это как бы гибкий проект, это гибкий организм, который должен был развиваться по мере взросления этих взрослых аудиторий. и такой кампу, такая деревня, что ли, стоящая из нескольких зданий, которые не соединяются коридорами. Мы хотели, чтобы для каждого вида деятельности было предназначено особое помещение, и представьте, между классами существует публичное пространство, подобное тому, где мы с вами заседаем прямо сейчас. То есть, вы не ходите по коридорам, а осваиваете плоское пространство. Все эти элементы прекрасно сочетаются друг с другом. В то же самое время между этими структурами существует большой объем пространства. пространство это предназначено для казуальных встреч, свободное от учебы и работы в Риме. Так можно выразиться. Но, повторю, что, к сожалению, из-за кризиса проект этот далеко не зашел. Наша задача была добиться максимальной транспарентности, и все стены должны были быть выстроены из стекла. Естественно, стекло можно было загораживать занавесками. Этот проект будет выставляться в музее в Нью-Йорке. Вот наш макет. Идея была в следующем. Сама школа является элементом ландшафта. Школа должна была быть построена вне Москвы за МКАДом. Здесь присутствует и спортивный Е-сооружение ям. Вот представьте стекло, вы смотрите сквозь это стекло, видите, что происходит в одной классной комнате, а за ней другие помещения, которые тоже хорошо просматриваются. Такая перспектива открывается перед вашими глазами. Этот проект мы осуществляли в Нью-Йорке. Hot Cold назывался. Точнее, это не самый холодный, не самый горячий проект, а промежуточная фаза своего рода. Проект не осуществили, к сожалению, хотя он занял высокие позиции, вошел в тройку в топ-3 проекта. К сожалению, по финансовым соображениям проекта заморозили. Итак, Нью-Йорк, посмотрите, это здание состоит как бы из нескольких, это 2-3 этажа, каждая секция такая состоит из 2-3 этажей. В данном районе запрещается выстраивать высокие здания, и мы как бы придумали вот такую идею, то есть мы как бы взгромозили одно 2-3 этажное здание на крыше другого, на крыше того еще 2-3 этажного здания, и так далее. Вот как мог бы выглядеть этот проект с улицы. Это здание должно было быть связано с новейшими технологиями, цифровыми технологиями в архитектурном дизайне, это своего рода связка между реальной реальностью и виртуальной реальностью. рентгеновская диаграмма, посвященная тому, что могло бы происходить в этом здании. Это все точки соединения, это видеокамеры и многое другое. Видеокамера сама направляет себя и направляется в область, где кипит какая-либо деятельность или активность. все, что происходит в здании, можно видеть на мониторах или же пол записывает следы людей. кто его знает, вы идете в обл и видите, кто куда прошел еще недавно и вы думаете, что это такое, своего рода слежка или же это предмет искусства. В то же самое время подобные следы показывают, что здание населено, в нем есть люди. здесь что это такое, это лобби, это с одной стороны кинотеатр и театр и просто ресторан, все, что угодно. Для любой цели такое пространство конвертируемое могло использоваться. Но опять же, такое использование могло быть достигнуто только благодаря новейшим цифровым технологиям. Еще хочу вам показать короткий видеоролик о том, как мы продумывали дизайн фасада. Смотрите, фасад информирует вас о том, что происходит внутри здания. Это электронные чернила, и посредством электроники чернила отпечатываются прямо на стекле. Видите, скейтбордист катается на своей доске в такой манере и от него остается след, она постепенно исчезает. Это здание прекрасно подходит и для видеогейминга. вы можете зайти в здание со своим мобильным телефоном и, так сказать, посредством своего мобильного телефона видоизменить фасад этого здания. Эти видеоигра такая отражается на фасаде. Десять лет назад мы такой проект задумали. Надо сказать, что многое из того, что мы задумали тогда, было тогда сделать практически невозможно, а сегодня уже вполне вполне возможно. Тот же самый проект, но следующий этап его. Мы вышли с идеи роботического сада. Вы идете по этой поверхности со своим лаптопом или своим мобильным телефоном и робот напоминает вам о том, что вы должны полить такой-то и такой-то цветок или такое-то растение. Вы уже что-то посадили, есть роботический архив. с помощью которого вы можете читать книги. Книги доносятся до вас, доставляются вам эти в лифте и лифт становится площадкой, где экспонируется искусство, конвертируемый вестибюль. Посмотрите, как меняется пол и видеосканер с левой стороны вы сейчас видите дверь открывается, дверь закрывается. Если кто-то прошел через дверь на пятом этаже, вы видите, как закрывается затем человеком дверь. Но, к сожалению, этот проект не был выполнен. однако он дал нам много вещи для размышления относить наших больших проектов. Вот заканчивается видеоролик. Далее, несколько лет спустя, мэр Лондона попросил нас поучаствовать в ограниченном конкурсе по сооружению Олимпийского парка в Лондоне. Мы не получили этот заказ. Вот с какими предложениями мы вышли. Мы не хотели создавать бесполезную структуру. Мы хотели создать что-то символичное для игр в Лондоне. и мы предложили следующее озеро глубиной в один дюйм на поверхности кафе. Представьте, это Олимпийский стадион, там вдали панорама Лондона прекрасно открывается перед вами. и очень важно быть наверху, быть на высоте в буквальном смысле этого слова. Это и лед, и водопад. И в принципе водопад можно контролировать цифровым способом. здесь можно проводить концерты и различные другие собрания. Что же касается водопада, то мы хотели сделать из лондонского дождя настоящую икону. Так, вот такой цифровой водопад, или водопад контролируемый в цифровом формате. Смотрите, можно писать любой текст посредством воды. различные элементы декора создавать. И когда вы сбоку подходите к такому водопаду, водопад значит, что вы приближаетесь и потоки воды останавливаются. Вы можете пройти под таким водопадом, не замочившись. Вот такая у нас была идея. то есть лондонский дождь служит настоящим символом, настоящей иконой в данном случае. Есть еще один проект забавный, один из наших самых, наверное, забавных проектов, однако он не осуществился из-за экономического кризиса. Такой забавный, смешной проект жилье. К северу от Нью-Йорка была очень интересная площадка, где начали возводить жилой комплекс. Представьте, котлован уже начинают закладывать фундамент, и тут приезжаем мы и думаем, что же можно сделать по поводу этого проекта. Надо сказать, что из каждой комнаты открывается особый вид. Мы хотели достичь такого эффекта. Итак, мы сооружаем различные макеты, и согласно тем макетам, когда комната смотрит на ту точку, уникальный вид открывается из каждой отдельно взятой комнаты, но, опять же, к сожалению, из экономического кризиса проекта не осуществился. Вот окончательный макет. К сожалению, пришлось вдвое урезать этот проект. Здание первоначально мы проектировали гораздо большего масштаба, оно получилось намного меньше. В итоге это как бы мост над оврагом, мы подумали, что можно делать некую структуру, но пусть она будет не прямой, не плоской, а наклонной, что ли. И вот что у нас получилось согласно нашему макету. Однако есть кодек жилищного строительства в Нью-Йорке наверняка у вас есть подобный документ или подобный кодек. Нам запретили устроить здание полностью из стекла. Меньше половины здания должно быть из стекла, если же мы хотим использовать стекло. И здесь интересно то, что ландшафт меняется. Дело в том, что как только мы соорудим макет свой и приезжаем на площадку и обнаруживаем там, что бульдозеры сравняли необходимый нам наклон почвы. Здесь много стекла должно было использоваться. в общем, идея, мне кажется, понятна. Ну, так или иначе, идем дальше. также в Нью-Йорке мы недавно, шесть месяцев назад закончили проект. Это музей движущихся изображений. Перед вами фасад. То есть, это как бы фасад сзади. Фасадом служит существующее здание. Оно защищено, это историческое здание, защищено законом, то, что можно увидеть сзади. Если убрать фасад, получится вот что. Это может быть и театр, и кинотеатр, и лобби с кафе, и пространство для студентов, для учащихся. Это галерея с экраном, где демонстрируются соответствующие изображения. Опять же, это не статические изображения, где все изображения движутся. Но это уже пространство для временных выставок. Вот фасад. Мы сюда добавили лишь освещение, и главный вход у нас сделан розовым. Ну, опять же, мы очень любим стекло, поэтому здесь вы видите также много стекла. Таким образом, мы сохранили исторический фасад этого здания, слегка лишь его изменив. Видите, какие неоновые цвета. Они контрастируют очень резко с пастельными тонами фасады. Вот, пожалуйста, кусочек старого здания, кусочек нового здания. Между прочим, в этой структуре, в новой структуре используется большое количество алюминия. Знаете, что это? Водосток. Те самые трубы, по которым дождь спускается с крыши. Это музей и для видео, и для фото, и для многих других форматов медиа. Здание длиной 70 метров, 2 миллиметра, точнее, 2 миллиметра, да, это подгонки одного здания к другому. Итак, панели, смотрите, стыки открыты, здание похоже на космический корабль, оно выглядит очень празднично, и это здание выделяется, конечно же, из контекста. Что же касается цветового решения, то это небесный цвет, светло-голубой, а порой это здание сливается с небом, это очень интересный эффект, вы видите лишь эту сетку стыков, проявляется такие моменты, только стекло первого этажа, сейчас мы посмотрим еще и на интерьер, стекло установлено таким образом, что вы видите отражение различных поверхностей, это неровное отражение, геометрия практически плоская, геометрия не мудреная, в этом случае мы не манипулировали агрессивно, вот что вы видите в лобе за парадным входом, где здесь в следующем названии музея написано на самой двери, вы заходите в здание через серебряный экран, как бы вы пройдете в кино или вы выходите из кино, ну и здание выполнено внутри в теле минимализма, цвета здесь очень светлые, очень мягкие, и в какой-то момент вы доходите до кинотеатра, там уже цвета более радикальные, ярко-синий, ярко-розовый, есть и переходные цвета, также я покажу вам их через секунду, они предназначены для того, чтобы сбить вас с толка, как бы, что касается пола, то он светло-голубой, такой бледный цифровой цвет, если так можно выразиться, и кажется, что пол белый, но потом вы приглядываетесь к нему, и понимаете, что это не самый простой цвет, и вы гадаете, как можно было добиться такого белого цвета, который не совсем белый, так далее, кинотеатр, здесь вы видите светло- и темно-синие тона, мы создаем эффект пространственной дезориентации, кажется, что все эти кресла парят в воздухе, они крепятся на ножках к полу, это целый новый для нас мир, мы пытаемся вытащить вас из текущей реальности, из текущей среды, в которой вы находитесь, посредством таких технических решений, вот экран, изображение очень динамичное, все двигается, вы как будто попали внутрь космического корабля, космическая Одиссея, фильм Кубрик, когда вы смотрите такой фильм, у вас есть ощущение, что вы попали внутрь этого фильма, и эти панели акустические, они изготовлены из самолетного пластика, подобного материала, особый материал, как вы знаете, сцена, занавес, дальше вы покидаете этот зал, фильм закончился, вы выходите из зала, выходите из синей среды и переходите моментально в белую, а далее вы видите перед собой ярко-розовый, ярко-красный цвет, все горит как бы перед вашими глазами, снова полнейший законченный переход из мира кинематографа в реальную жизнь, это уже лестница, которая ведет в сторону выставочного пространства, ну и как я уже говорил, занавески, занавесы, с их помощью можно трансформировать это помещение, можно разделять это широкое пространство, здесь в каждом таком отсеке может проводить свое мероприятие, скажем, группа школьников или студентов, очень хорошо, а теперь несколько проектов, которые мы осуществляли в Эмиратах, это уже климат, как вы понимаете, жаркий, концептуальные проекты для застройщиков мы разрабатывали, но опять же должен сказать, что из-за экономического кризиса не все они получили свое воплощение, нас попросили разработать город из 50 небоскребов высотных зданий, как же сделать так, чтобы эти башни не были выполнены в теле окна в окна, и мы придумали вот это, различные уровни и различные ориентации этих блоков, зданий, конечно же, зданий различной высоты, как правило, на вашем уровне нет никого больше, ну а это исламский паттерн, современная версия, вот классика с левой стороны, мы с помощью воды, так сказать, водяного паттерна изменили классику, добавили интересный элемент, такие, как эти, смотрите, как выглядит этот паттерн, каждая плитка на полу, если угодно, она уникальна, и не повторяется, потенциально здание должно было выглядеть таким образом, и каждый такой небоскреб, каждая такая башня повернута в свою сторону, это очень различные разношерстные интерьеры, различные строительные материалы используются, для интерьеров, опять же, проект далеко не пошел, но он послужил хорошим фундаментом для другого проекта, проекта уже более крупного масштаба, мы занимались жилой застройкой, это могла быть гостиница или комплекс квартирных зданий, идея здесь в следующем, представьте, молния, вы как бы закрываете или раскрываете, расстегиваете молнию, вот такой паттерн у вас получается на выходе, различные квартиры, здания напечканы квартирами, опять нет эффекта окна в окна, это может быть гостиница или жилое здание, к сожалению, опять же, не многие из этих зданий нашли свое воплощение, это уже частная застройка, это не просто квартиры, это квартиры с садами, своего рода сообщества такие, висячие сады, такие вот индивидуальные проекты, дальше мы переключились на следующий проект, мы снова участвовали в конкурсе, Абу-Даби, площадка находится рядом с мостом, площадка обозначена кружком здесь, мы говорим уже о гостинице, но мы хотели эту гостиницу сделать настолько приватно, насколько это было возможно, мы хотели как бы на выходе получить улицу, по которой можно пройти в одну сторону или другую сторону и зайти на этой улице в различные магазинчики, рестораны, и другие места, это музей Гугенхайма, а-ля. Что это такое? Это может быть люкс, это может быть помещение для спа, это может быть ресторан, такая, спиральная структура, она во главе угла, и так, в конечном итоге у нас получается три различных зоны, бизнес, зона спа, ну, и зона с ресторанами и со смотровыми площадками, вот, что могло получиться, в конечном итоге, что касается парковки, парковка находится под водой, вы можете заехать в это здание на самом дорогом Феррари, запарковать свой Феррари под океаном, почему бы и нет, это была анимационная идея, еще несколько рисунков представлю вашему вниманию, вот разрез этого здания, чтобы было понятнее, что внутри находится, это лобби и бизнес-зона не на этом уровне, а далее уже номера, ресторан мы хотели сделать прямо на воде, есть проблема в Абудапе, там настолько жарко, что около воды не хочется находиться, поэтому мы решили отгородиться от воды посредством стекла, нашего любимого стекла, вот так выглядит атриум, а это это спиралевидная дорожка наверх, это уже спортивная область, комната для випов, лаунжи, и вы сидя в своей VIP-комнате видите, что происходит в бассейне, знаете, некоторые любят акул пустить в аквариумы, вы гуляете по зданию, видите акул в аквариумах, а здесь вы видите людей, живых людей, плавающих в бассейне, нам показалось, эта идея более забавная, более реалистичная своего рода, провокационная идея, само собой, разумеется, ну, естественно, сад должен быть около бассейна, это не самое высокое здание, но, сами понимаете, здание минимум высотой в 9 этажей, и может даже кому-то захочется спрыгнуть вниз из в океан из бассейна, смотрите, видите, как висит бассейн над морем, бассейн со стеклянным дном, а этот проект, видите, я не могу сказать вам, где находится заказчик этого проекта, я закрасил заказчика, но вы сами понимаете, что это такое, так или иначе, это тоже конкурс, тоже очень забавный проект, который нам заказали, предложили участвовать, по линии которого в конкурсе теплица в пустыне, нам сказали, это были отправные условия, что представьте, есть пустыня, и вам нужно создать теплицу в этой пустыне, в Арабских Эмиратах есть очень важный человек, земля является его частной собственностью, вот что он хочет там увидеть, вот что мы предложили, три различных климатических зон, средиземноморская, морская, тропическая и общая, так сказать, касается общей климатической зоны, там необходимо создавать искусственную зиму, потому что, например, грушевые деревья, они не будут рождать плоды, если сначала не пройдут через зимний климат, вот такие странные растения, что касается ближневосточного, климат это очень экзотический, климат очень сложно его добиться, представьте, влажность должна быть высокая, температура плюс 35 постоянно, это был колоссальный вызов для нас и для инженеров, очень непросто было бы создать подобные искусственные климатические условия, что же касается разбитки этого пространства, то представьте, по этому пространству вы передвигаетесь на гольф-картах электромобильных, мы создали такую систему дорог, экостакад, что ли, и, естественно, можно передвигаться и по крыше, клиент хотел иметь возможность передвигаться по крыше с точки А в точку В, ну, естественно, по гендерному признаку здесь должно присутствовать разделение, здесь есть женская зона, мужская зона, то есть женщины и мужчины одновременно не могут находиться в одной точке, тоже это был вызов для нас, но мы его, конечно же, учли, мы многое узнали для себя о мусульманской культуре, в частности, в ходе подготовки нашего дизайна, видите, зона для дам и зона для джентльменов, а оранжевым цветом мы обозначаем маршруты передвижения, а это уже климатическая топография, и ландшафт тоже, мы не хотели, чтобы это пространство было плоским, это своего рода биосфера с присущей ей с присущим ей ландшафтом, мы создаем различные климатические условия, различные температурные режимы должны быть встроены в эту конструкцию и жаркий-жаркий климат, и прохладные климаты, много другое, ну, вот, как оно должно было выглядеть, и вот какая поверхность, неровная поверхность, объемная, вот такие сады, 15 тысяч квадратных метров, если я не ошибаюсь, вот площадь, площадь крыши, очень большая структура, и три месяца назад процесс пошел, еще один проект, над которым мы работаем сейчас, тоже очень крупный проект, вы знаете, вообще, это еще один из наших самых забавных проектов, один товарищ попросил нас, ну, как бы это лучше сказать, это и шоппинг, и развлечения, заказчик, заказчик заложил фундамент, и потом задумался, что же будет ставить на этом фундаменте, и вот нас привлекли к этой работе. Мы, однако, боремся за этот проект, потому что мы предлагаем наш дизайн, заказчик говорит, нет, нет, вы не оставляете места для торговли, для развлечений, вы помешаны на своем дизайне, так, наши возможности здесь ограничены, в то же самое время здание это совершенно гигантское. Клиент видел наш проект гостиничного здания, с этого все и началось, Квенту понравились эти спиралевидные маршруты, представьте, то есть это должен быть торговый центр с такой площадкой наверху и что-то типа этого. для того, чтобы убедить клиента в нашей правоте по поводу таких дорожек мы построили перед домом клиента такую рампу. мы проехали по рампе на инвалидном кресле и доказали, что подобный подъем, угол наклона будет не самым лучшим возможным. так иначе, вот масштаб этого проекта. Башня это не наша, не мы ее делали, то, что уже существует, есть уже существующие на соседней площадке мол, а мы должны пристроить к нему свою структуру. Вот он проект, здесь будет сад прямо на среднем уровне постройки и этот торговый центр будет привязан еще и к станции метро, здесь будет и кинотеатр и многое другое. Очень сложно, очень непростое, самое время гибкое здание строительства уже начато, однако фаз дизайна еще не пройдено до конца. Это предполагаемые изображения зданий, некоторые элементы. похожие на наш гостиничный проект, возможно, не все являются моими любимыми, но все же это наш проект. Мы хотим, чтобы по краям было много зелени, этого же хочет наш клиент. Мы пообещали, что мы устроим открытый сад на серединном уровне этой структуры, здесь мы делаем ссылку на тот самый проект, который мы осуществляли, точнее, хотели осуществить в Дубае. И так много-много зелени внутри, по краям этого здания. Хотелось бы, чтобы торговый центр не походил на традиционные гигантские торговые центры, хотя, конечно же, мы понимаем, что существуют жесткие условия по поводу размещения торговых точек, как бы такой бассейн в стиле бесконечности. Ну, в Москве сейчас встречаются здания такой колоссальной личины. Теперь я расскажу вам, почему я приехал сюда в Москву. Нас пригласили поучаствовать в конкурсе. Я говорю о политехническом музее. Это просто суперская возможность. Три дня я уже хожу внутри и вокруг этого здания. Здание удивительное, однако много лет никто не занимался. В то самое время здание само по себе великолепное. Я не знаю, посещали ли вы этот музей или нет. Сам музей как музей очень-очень хорош. и я надеюсь работать в рамках этого проекта в ближайшие месяцы. Ну что же, наверное, на этом все, то скоро пойдет дождь. Большое вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, попробую на них ответить. три биосферы, насколько они велики. А нет, построенные проекты, насколько они велики. В Нью-Йорке музей, например. Нет, нет. Я говорю о трех биосферах, что ли? 15 тысяч квадратных метров занимают три эти элемента. А уже диаметр точный, я не могу вам сказать. На 15 тысяч квадратных метров это общая площадь. А для чего это здание разработано? Для променада или чего-то еще? Для королевской семьи это здание предназначено. Если случится государственный визит, тогда гости привезут в это здание и смогут о нем позаботиться. Ну и сами понимаете, вы ходите по этому зданию и можете срывать плоды низковисящие из деревьев. Сам шейх будет ездить на электрокаре. Можно сюда приводить детей и рассказывать ему биологии, То есть две цели. Так официальная формальная цель и образованческая цель. А воду вы хотели туда запустить? Реку, ручье? Да, там должен был быть водопад. И в саду должно было быть много воды. Тоже вопрос по поводу музея изображений. Вы с графическими дизайнерами сотрудничали с людьми с очень странными именами. Расскажите о сотрудничестве с ними, пожалуйста, и как все произошло. Да, графические дизайнеры. Мы с ними работали раньше, сотрудничество не совсем задалось в начале. Директор музея, это, кстати, публичный музей общественный в Нью-Йорке, директор музея, и я в какой-то момент натолкнулся на этих дизайнеров по графике. Это два молодых джентльмена, один из Исландии, другой из Германии. И оказалось, что они делают очень интересную, непривычную, так сказать, работу, занимаются очень интересными проектами. Но началось сотрудничество и что касается графического пакета, сделали заказ для музея. Практически все, что продается в магазинчике этого музея, разрабатывали они. это было интересное сотрудничество. Я все думаю про дождь, начнется, не начнется. А вот здесь еще один вопрос. Какие изменения предполагаются в плане политехнического музея? Изменения вы имеете в виду, что будет меняться в музее? Правильно я вас понимаю? Я так вам скажу, что я пока не могу озвучивать такие вещи, я лишь приехал с ознакомительным визитом, но у музея очень серьезные амбиции. В конкурсном брифе говорится, что музей хочет войти в топ-десятку лучших музеев мира. Таковых амбиции. И музеи хотят создать больше общественного пространства, посвященного различным мероприятиям, лекциям. Не должен быть просто закрытый музей, куда вы заходите и рассматриваете экспонаты и все. Больше интерактива. Цель войти в топ-десятку музеев мира означает, что и статус Москвы как музейного центра должен повыситься. Люди приезжают в Москву и они имеют немалейшего представления о паттехническом музее. Обычно люди идут в Кремль куда-то еще, но не в такой музей. так что ну вот в таком ключе музей планирует работать дальше и будем надеяться, что мы с подобным вызовом справимся. Окей. Спасибо вам большое за то, что пришли.